Вот такой комментарий мне оставили на ютубе. Мужчины, которые не могут найти себе женщину для секса, напоминают мне современные машины с бортовым компьютером. Все остальное может работать прекрасно, но если прошивка слетела, машина не заводится. Объективно, мужчина, у которого много женщин, от мужчины, у которого нет женщин, вообще не отличается ни по внешности, ни по уровню доходов. Вся разница между ними заключается только в том, как они себя с женщинами ведут. Если вы хотите иметь много женщин, то не надо сразу кидаться и искать вторую работу, чтобы зарабатывать больше, или бежать в спортзал, чтобы накачаться. В первую очередь надо поменять прошивочку. И естественно возникает вопрос, а как же это сделать? Я хочу спросить тех мужчин, которые не могут найти себе женщину для секса. Скажите, а вы можете сразу предложить женщине секс без конфетно-букетного периода? Или вы считаете, что это неправильно, а сначала нужно пообщаться и узнать друг друга поближе? У меня иногда складывается такое впечатление, что мужчины подходят к знакомству с женщинами так, как будто они выбирают не бабу на 2-3 раза потрахаться, а спутника на всю оставшуюся жизнь. Да и женщина не будет ждать, пока вы наконец решитесь ей что-то предложить. Знаете, есть такой анекдот. Мужчина пригласил женщину на свидание в ресторан, они сидят, кушают, он ей что-то рассказывает, а она все время молчит. Мужчина уже не выдержал, спрашивает ее, девушка, а почему вы все время молчите, может быть что-то не так? Она ему отвечает, ебаться хочу, аж зубы сводит. Понимаете, пока вы будете телиться и выгуливать бабу на свиданиях, ее в то время уже будет трахать кто-то другой. Субтитры сделал DimaTorzok